Коротко. Те, кто меня не знает, расскажу о себе. Я из Ульяновска, родом, но сейчас я живу в Москве. Был проектом очень долгое время, потом понял, что нужно думать о клиенте и думать о клиентских проблемах и стал продуктом. Вот, собственно, вот такая трансформация из проекта в продукт превратилась, когда я там начинал копать от сих до сих. То есть, типа, говорили, вот, чувак, вот у тебя бюджет, вот у тебя там есть миллион, сделай это за месяц, и чтобы все было красиво, и чтобы все акты подписали. Вот, еще до продажи сделай на 500 тысяч, и все будет супер. Примерно, ну, такая работа у меня как у Проджекта была. А потом я понял, что можно не только деньги на клиенте зарабатывать, а еще и клиенту прикольно делать. И после этого пришел такой вот прикольный инсайт в голову. Итак, коротко, немножечко, кто я, что я. Я продакт-менеджер в Тинькове, именно занимаюсь заявочным процессом в мобиле. У меня продукты какие? Это депозитные продукты, это Тиньков Black, премиальные карты, Family Banking, это Тиньков Junior, совместные счета, допки на третье лицо, вклады, накопительные счета, ну и так далее, так далее. Вот, примерно там, в совокупности это 15 плюс миллионов клиентов в месяц примерно через мои продукты проходят. Вот, я был SEO, классного стартапа, который провалился, на котором я потерял деньги, это был классный опыт, я думал, это бизнес оказался опыт. Вот, основатель клуб предпринимателей Москвы, там у нас небольшой чатик, мы там с ребятами из Москвы собираемся, обмениваемся тоже опытом. Сейчас я делаю свой проект Business Helper, это когда ты берешь предпринимателей, они не понимают, как принимать решения на цифрах, то есть смотрят они там в Excel-ку, видят, да хрен его знают, да, там вроде как, типа, дебет с кредитом, как вот принимать решения на LTV, как конверсии будут расти, как вообще вот гипотезы генерировать, вот людям непонятно, и особенно малому-среднему бизнесу, ну, короче, я думаю, у них получится. И ментори продактов, это коротко обо мне. Собственно, найти на два отличия, да, те регалии, которые там я до этого в слайде говорил, да, и там Дайнерис Таргарин, бурерожденная, там, разбивательница оков, вот, то есть, когда я там писал слайд, я это себе понял, что параллель очень четкая есть. Итак, что такое продакт-менеджер? Вот давайте начнем с этого, да, там, именно продакт-майндсет. Я не скажу, что у продакта ключевая задача задавать вопрос, чтобы что. У продакта ключевая задача понимать, сколько денег ты заработаешь, что и по факту, что такое продакт, это чувак, которому дали кусок бизнеса, и он им управляет и делает его прибыльным. Что у нас будет в рамках нашего доклада? У нас будет три доклада. Сегодня будет вот начальная горка, вот кто, вот, вот здесь вот, кто присутствует на техно, кто из вас вообще катался на сноуборде, там, на лыжах или еще на чем-то? Как бы, знаете, да, там зеленая горка, есть красная, там, горка, черная горка. Вот сегодня мы будем говорить вот очень простыми словами, вот в базисе, примитивные инструменты, которые вот нужно понимать, вот, хотя бы на старте от бизнеса. Вот, собственно, эти инструменты я применял в рамках своего стартапа, и как бы многие эксперты говорят, ну, типа, вот это как бы must-have. На самом деле есть реально и классные темы, есть и про формирование окружений, и про правильные продажи, и как продавать, не продавая, чтобы тебя покупали, и как нужно делать так, чтобы клиент влюблялся в твой сервис, и из этого делалась привычка, и как, там, не знаю, с каждым релизом влиять на привычки миллионов людей. То есть это вот уже вот потом мы будем разговаривать, сейчас хотя бы вот в базе. Типа, начнем с алфавита. Итак, что такое продуктовое исследование? Ну, конечно, у меня тут цитатки наверху еще есть, я постарался, но ладно. Что такое продуктовое исследование? По факту. По факту это, типа, жизнь продукт-менеджера, продукт-менеджера, типа, априори. И вот самая примитивная стратегия построения, там, продукта, это от проблемы. То есть, когда мы такие говорим, окей, типа, пойдем пообщаемся с клиентами, узнаем, какие у них есть проблемы. Самая примитивная стратегия, это от проблем клиента. Собственно, ситуация какая? У меня стартап. Я иду и такой думаю, так, сейчас я, я же продукт-менеджер, я же работаю в Тинькофф. Ё-моё, я что, нормальный продукт не сделаю? Типа, ну, похер, что 9, там, из 10 компаний обанкротятся, но моя не обанкротится, короче. Вот. И я такой, ну, пойду узнаю у клиентов, как у них дела, какие есть проблемы. Вот, и того, прихожу и говорю, ну, что, давай, рассказывай, какие у тебя проблемы. И он мне говорит, там, про маму, про папу, там, про то, что, там, кошка умерла. Я такой думаю, ну, вот это точно взлетит. Вот мне 10 человек сказало, что они не могут вечером отдохнуть, потому что после работы приходят, еще надо с сыном время проводить. Ну, надо детский сад какой-нибудь делать, там, надо еще что-нибудь. Короче, это неправильная стратегия. По-хорошему, в рамках продуктовых исследований, ну, это нужно делать. Ну, как это проводить? Вот ты приходишь к клиенту и говоришь, как дела? Здорово. Че делал сегодня? А че вчера делал? А че тебе вот то, что ты вот сегодня делал, че тебе напрягло? Напрягло вот это. А насколько сильно напрягло тебе? А ты готов заплатить? А как ты решаешь это, да? То есть ты вот начинаешь спрашивать у клиента, вот у него есть проблема, а как он ее решает? И вот задача вот ваша, там, как продакт-менеджера или как без разницы, здесь тема про то, что вот важно клиентам относиться не как, типа, мешок с деньгами, которые вам приходят в компанию, бабки приносят, а вот прийти и решить его проблему. В формате, слушай, а че тебя напрягает больше всего? А почему ты хочешь именно вот это мобильное приложение? А почему ты хочешь именно вот этот дизайн? А давай мы как по челленджам, а давай мы там что-нибудь другое сделаем. То есть немножко там подумать за клиента заранее. И, собственно, когда ты пытаешься выделить проблему, есть как минимум три основных направления, которые можно вот использовать для того, чтобы сформировать проблему. Первое – это проблемное интервью. То, что я говорил. Идешь, разговариваешь с человеком, узнаешь, что как дела, и находишь процесс несовершенный. Второе – это обращение клиентов. Ну, то есть я думаю, что Modbrains – это не единственная компания, которая пилит мобилку. И, как бы, скорее всего, есть другие заказчики, там, не знаю, таких других крупных компаний, куда можно сходить и узнать, слушайте, а как вообще, что у вас там клиенты пишут? А что им не нравится? А что не по кайфу? Да, и как на какие-то профильные чатики вот позалезать. И поспрашивать, типа, а что клиенты говорят про продукт? И третье – посмотреть, какие отзывы оставляют конкурентам. По поводу третьего пункта – очень прикольная тема. Кто из вас думал запускаться на Wildberries или на Озоне? Такие, думаю, ой, сейчас Аяза насмотрелся, сейчас я, короче, буду мульона зарабатывать, короче. Вот у меня тоже такая тема была, сейчас решил, думаю, на Wildberries, короче, сделаю закупку, буду продавать кастрюли. Ну, типа, там, они низкомаржинальные, юнит-экономику посчитал, там, китайских поставщиков нашел, все дела. Я такой, думаю, а как мне вообще понять, типа, что вот эти кастрюли, они вот заебись, вот их надо вести, короче. Я просто пошел к конкурентам и посмотрел, что там в отзывах пишут клиенты. И вот все, что, все говно, которое написали вот в карточке у конкурентов, я такой, а, вот это мне точно не надо делать. Так, значит, надо найти кастрюлю, которая вот не будет этого делать. Но сам факт того, что это очень нормально, когда ты идешь и смотришь у конкурентов, а что есть вообще, что пишут клиенты. И вот это, что не нравится, вот это у вас не должно быть ни в дизайне, ни в реализации, ни в чем. Это по касательно проблем. Второе, нужно уметь продавать. Что такое именно продажи, вот какие-то базовые. Вот когда я делал свой стартап, у меня был стартап с искусственным интеллектом. И моя задача была следующая. За первые 5 секунд, когда приходит клиент на сайт, по Яндекс.Метрикам понять, а сколько он бабок оставит, целевой будет или не целевой. И мои первые продажи были, знаете, какие. Я поехал в Сочи, питчил свой стартап инвестором, в такси познакомился с CTO Литуаля, и мы, короче, с ним выпили в такси пиво. И я такой, давай, я приду к вам и продам. Он такой, давай. И, собственно, первая продажа была такая, что я пошел ручками, там, ножками и начал делать, ну, конкретную B2B-продажу. По-другому никак. И это особенно, когда ты начинаешь какой-то свой бизнес, да, и когда там начинаешь, там, не знаю, делать какой-то продукт. На старте, когда у тебя вот, ну, нету ничего, ни бюджета на маркетинг, когда у тебя, типа, бабки на то, чтобы просто поесть. Это очень прикольный старт для стартапера. Из чего состоят клиентские продажи? Первым делом, типа, скрипт, нужно понять внятный оффер. Как вообще, вот мне вот, 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 то, что здесь написано, вот, АЯС говорит то же самое. Вода водная. Но я сейчас немножко дам деталей, потому что я же не АЯС. Итак, внятный оффер. Что подразумевается под внятным оффером? Мы же говорили про проблемы, что, типа, мы вычленили проблему. И вот в процессе вот решения этой проблемы мы общаемся с клиентом и, как бы, узнаем, а что тебя напрягает? И вот в оффере должно быть следующее. Вот тебя, если напрягает вот это, я решу, вот за столько, вот это лучше, чем у остальных. Ну, то есть, коротко. И второй потенциальный сценарий возражения. Там, типа, дорого, а почему ты отличаешься от конкурентов и так далее, и так далее. Но это, типа, история с продажей. Второе, самый приколдес. Люди, суд, всегда делать холодные продажи. Абсолютно всегда. Вот, но первые продажи, сука, надо сделать своими руками. По-другому никак. Вот, особенно, если ты пытаешься сформировать какой-то продукт-майндсет. Не важно, ты тестировщик, разработчик, аналитик, не важно. Иди, сходи с менеджером по продажам и сделайте вместе продажу. Ты поймешь, что клиенту надо. И уже вы не поверите, как это очень классно влияет на ваш, типа, value в дальнейшей. Именно то, что если вы посидели на продажах, послушали, что клиенту болит, вы даже будете тестировать с другого фокуса. Вот, потому что такие, ну, типа, оказывается, то, что кнопочка здесь фиолетового цвета, это важно. Почему? До хрена его знает. Но это важно. В чем отличие? Еще, агрессивные продажи и экологичные продажи. Итак, вопрос. Вот кто из вас знает, что такое агрессивные продажи, что такое экологичные продажи? Ну, я предполагаю, что агрессивные продажи, типа, когда тебе звонят и фу. Ну, купи, купи. Прямо сейчас купи, а то... Короче, это да, это подвид агрессивных продаж. Но смотрите, вот чем отличается агрессивная продажа? Вот скажи мне, вот что ты делал сегодня? Вот, например, помимо работы, вот с утра. В обед я в теннису на 100 дней играл. Хорошо, вот за сегодняшний день у тебя было какое-то ощущение в какой-то деятельности, что тебя что-то калит, вот прям вот что-то взбесило. Я ехал, сука, яма бесит вообще. Да, яма бесит, короче. А что, почему яма бесит? Потому что весна пришла, снег растаял, асфальт херовый. Ну ладно, ну похер, но асфальт херовый. Типа, а в чем проблема? Почему тебе бабки на тачку тратишь или что? Удобно ехать, ешь, не езжай все время. Я просто сейчас хочу понять, типа, ну, ты говоришь, вот мне яма, вот мне бесит. А что ты сделал для того, чтобы вот, ну, как бы, исправить, исправить эту ситуацию? Нет, у меня были идеи написать там, ну или куда-то еще, чтобы яму-яму залазать. Хорошо, а чем она тебя напрягает? Смотри, вот когда у меня вот был цивик, вот мне ямы напрягали, потому что я понимал, что я на подвеску там оставляю. И я тупо, ну, бабки отдаю там спустя квартал там 40 тысяч, например, короче. То есть, типа, ну, тебя напрягает то, что... Напрягаешь, что надо на чатку делать подвеску, разбивай машину. Хорошо, типа, херово. Но, смотри, я могу тебе сэкономить твои 40 кварталов, вообще изян, вот так, в щелчку пальцев. У меня есть ручка волшебная. Вот если ты ее положишь, короче, в бардачок, ты на ям никогда наезжать не будешь. Стоит десятку. Ну, я тебе отвечаю. Вот если сейчас покупаешь, кидаешь в бардачок, ты больше никогда не будешь наезжать на ямы. Агрессивные продажи? А вот это, типа, подвид агрессивных продаж, когда ты пытаешься вычленить, вот, зацепиться за какую-то проблему за человека. И вот из нее, типа, говоришь, типа, вот, у меня есть приложение. Есть решение, кажется. Типа, да, блядь, оно, вот, вот, купи, бабки заплати, и все, короче, будет продажа. Но, как бы, сейчас, опять же, это не контекст, и это не гретая тема, но это очень классно заезжать в том же самом там инфо-цыганстве. Да, почему? Ну, это же B2C, Бустам, это B2B, долгосрок, ты так с клиентом не поработаешь. Да, согласен. Согласен, согласен. Но я сейчас говорю про это, про примитивные процессы. То, что хотя бы хоть как-то сделать какую-то продажу. То есть, знаешь, когда у тебя стартап, и тебя там есть в команде 5 человек, и у тебя там надо заплатить зарплату им на следующий месяц, а у тебя денег нету нихера. Ты такой, ну, агрессивные продажи очень отличный вариант, короче. Хоть что-то, но я выжму типа с человека для того, чтобы мой стартап жил. Я согласен, что с точки зрения B2B это не экологично. Вот, поэтому я говорю, что есть экологичные продажи, когда ты двигаешься от потребности клиента. То есть, типа, чем меня научили агрессивные продажи, я четко понимаю, что у меня всегда будут деньги. То есть, если я пойму, что мне чего-то будет не хватать, я смогу кому-то что-то продать. А, агрессивные продажи. Здравствуйте, вам вложена карта кредитная. Кинькофф, на сколько подберите, заберите. Ну, это не совсем агрессивное, это тема с навязыванием, да. То есть, типа, те инструменты, которые используются. Короче, если мы возьмем базу в 10 миллионов, и мы там возьмем, прозвоним всем 10 миллионов. Вот, если даже, сколько, 8 миллионов скажут, да пошли вы нахуй, а 2 миллиона купят, ну, типа, да и похеру. Типа, что 8 миллионов сказали, типа, ну, это да, это, типа, не экологичная история. Экологичная история, когда тебе приходит друг и говорит, слушай, я Тинькофф им пользуюсь, блин, вообще бомба. На, вот, скачай. И он скачивает и начинает вот покупать, это, типа, тема про виральность. Это мы потом будем рассказывать. Типа, это вот про то, что вот как вот на старте, с каким говном я сталкивался, когда у меня было ничего. И дожимание, есть агрессивное дожимание, есть экологичное дожимание. По факту экологичное дожимание, это когда ты ничего не дожимаешь. Когда клиент такой, типа, говорит, мне надо подумать 4 дня, ладно? И ушел думать. И 4 дня приходит, бабки приносит. Вот, агрессивное дожимание, это когда ты такой, клиент говорит, я пойду подумать. Ты такой, а что ты пошел подумать? А что тебе не хватает для того, чтобы принять решение сейчас? Вот, и ты начинаешь, как бы, человека и вот прямо сейчас выкручивать. Окей, классно, с продажами понятно. Вот, по продуктовому маркетингу, короче, как вообще сделать хоть какой-то рекламный оффер, который ну хоть как-то привлечет какой-то трафик, вот, особенно когда у тебя бюджетного маркетинга особо нет Что вообще в целом состоит вот базовый стартап пак стартапера, продукта, который нулевой продукт? Ну что, это лендинг, типа себестоимость на тильде полторы тысячи рублей, короче, плюс если дизайнера можно там как бы нанять Второе, контекст, вот, можно потестить какую-нибудь гипотезу за 15 тысяч рублей, понять есть заявки или нет Третье, таргет, короче, либо вконтакте, либо таргет в телеграме, тоже такие инструменты Реклама блогеров, это, конечно, сейчас посложнее, но тоже работает И автоворонки, коротко, чуть-чуть расскажу про каждый из инструментов Лендоз, я думаю, что все в курсе что-то такое, да? Контекстная реклама, все тоже понимают, там баннеры, все дела, там как все это работает Таргетоз, таргет раньше работал в инстаграме, сейчас в фейсбуке, сейчас, ну, в России, сори Таргетоз у нас остался в телеге, вот, кому в личку в телеге приходит сообщение Типа, слушай, тут, короче, у нас криптоканал появился новый, типа, заходи, подключайся там Да, 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 эти блядские рассылки, короче, всякие, да? Либо у вас бывает, что вас без вашего разрешения добавляют вас какой-то в телеграм-канал Это называется инвайтинг Короче, это тоже, типа, кусок таргетированной рекламы Собственно, вы попали в это Реклама блогеров, понятно, там, ютуб, инстаграм и автоворонки Типа, что такое автоворонки? Ну, микроворонки Вот у меня есть, например, моя личная воронка, там, некоторые люди там попадают под нее В чем прикол? Запускаешь в телеграм-боте какое-то сообщение И тебе присылается пул контента, который тебя как-то прогревает Говорит о том, что, типа, классный, какой классный продукт, дает тебе какую-то вэлью По факту человек заходит с конкретным запросом Примерно 60% контента прилетает, его решается вопрос И потом, типа, говорят, ну, смотри, вот какие здесь возражения В видосах возражения И потом просто высылает ссылку на оплату Типа, слушай, мы можем, там, твою проблему решить до конца Вот, сейчас просто не буду рассказывать много про микроворонку Но это тема про экологию, про то, что ты сначала даешь пользу А потом бабки берешь То есть сейчас я тестирую гипотезу своих консультаций следующую Я, клиент приходит с проблемой, я говорю, слушай, давай сейчас я решу твою проблему на 70% А потом, типа, на 30% оставшиеся ты мне бабки заплатишь Ну, а здесь маркетинговый оффер следующий Я решаю его проблему на 70%, но вот этот самый главный, сука, ключ Он стоит, там, типа, 50-100, там, 150-300 И, как бы, за него надо заплатить Потому что иначе будет непонятно, что делать дальше Такая немножко тема с хорошим пресейлом Очень важно в рамках продуктового мышления уметь обосраться Ну, то есть статистика такова, что на 10 гипотез 9 провальных То есть задача, там, ваша, как человека с продуктовым мышлением Тестировать как можно больше гипотез на одну единицу времени Вот, потому что чем больше гипотез успешных, тем больше бабок вы принесли Не только для себя, но и для, собственно, овнеров, стейкхолдеров, клиентов и так далее, и так далее Вот, потому что если вы, ну, как бы, давайте так У меня в команде есть тестировщики У меня в команде есть разработчики, у меня всего, там, 30 человек в команде И моя тема такая, что мы раз в месяц собираемся И говорю, гайз, штурмим гипотезы, погнали, поехали То есть мне важно, чтобы каждый участник моей команды Не просто, типа, делал какой-то кусок процесса А он был полноправным членом команды Вот, и когда у тебя есть некая социальная ответственность Не только, там, типа, перед собой, перед командой И понимание, что, ну, обосрался, так обосрался, ничего страшного Зато потом мы сделаем красиво Вот, это очень важно для продакта И отсюда возникает, типа, следующая тема Есть два типа мышления Мышление роста и мышление на данность Типа, что такое мышление роста? Понятие неуспех не существует Представьте такую ситуацию, что вы пришли в школу И вам говорят, ну, типа, получил двойку, ну и похер А мышление на данность говорят, ну, если ты, типа, пятерку не получил То, типа, ты все, ты отстой К сожалению, в России проблема следующая В России очень сложно предпринимателям, очень сложно продактам Потому что их в школе воспитывают и говорят, типа, нужно, типа, оценки получать А нужно, там, KPI делать, нужно, там, вот это все делать То есть, ну, вот, оценки И, как бы, если ты пришел на конкретную позицию Типа, ты человек Типа, ты тестировщик Представьте, вам психолог в школе сказал Ты тестировщик при рождении И все И вы понимаете, что, ёп, блядь, всю жизнь над тестировщиком херачить, короче И это, типа, мышление на данность Это мышление на то, что ничего поменять нельзя А поменять можно все, гипотетически Привели небольшой эксперимент, рассказываю, выдержка из книги «Майнсет. Гибкое сознание» Взяли детей, шестилеток Завели, короче, в школу И взяли, разделили на мышление на данность и мышление на результат На мышление роста и мышление на данность Детям с мышлением на данность Это те, кто, ну, такие, типа, ограниченные метками Им дали логическую задачу Они ее решили И говорят, мы сейчас тебе дадим еще одну сложнее, хочешь? Они такие, нет, дайте мне нам еще раз такую же легкую Потому что мы сумели, с этим разобрались Нам по кайфу И дети с мышлением роста привели туда же, типа, в этот кабинет Им дали головоломку одну, легкую Они решили И, короче, психолог говорит Сейчас осложнее тебя дам, хочешь? Он такой Конечно, типа, нахера мне, типа, одну и ту же легкую, типа, смотреть То есть я сюда пришел же для того, чтобы классные головоломки проводить Так вот, у людей и детей с мышлением роста нет понятия неудачи Продакты очень многие Вот сейчас вот очень много продуктов стало И они все боятся обосраться Ну да, максимум тебя могут уволить Но зато ты проверишь охуенно гипотезу И как бы, ну, такое бывает Вот, особенно в корпорациях Поэтому самые отпетые продукты, самые отпетые вот сотрудники Это вот в таких компаниях, как Madbrains Которые готовы тестировать, которые очень гибкие И которые могут принимать решения очень быстро Вот, и это ваше главное качество Но вы можете тормозить результат своих клиентов, своей компании Мышлением на данность Что, типа, ну, если я обосрусь, значит все сломается Нет, если вы обосраетесь, вы всего лишь обосретесь Ничего не поломается Вы сможете взять и исправить это Блиц Блиц, блиц, скорость без границ Короче, смотри, четыре стейтмента Четыре параграфа Сейчас я их зачитаю А вы ответите про себя Мне не нужно, чтобы вы их слух ответили Первое Вы человек определенного типа И вы немного можете сделать, чтобы изменить это И вам нужно ответить про себя Это близко к вам или не близко Второе Неважно, к какому типу вы относитесь Вы всегда можете существенно измениться Типа близко, не близко Третье Вы можете многое делать по-другому Но у вашей способности изменения не подлежат Тоже близко, не близко И четвертое Вы всегда можете изменить Те или иные основополагающие качества Которые делают вас такими Какое вы есть Или какая вы есть Тоже близко, не близко Короче, прикол Это небольшой тест Какого у вас тип мышления На данность или на рост Если вы ответили первое и третье, то у вас, типа, близко к вам То это тип мышления на данность А если второе и четвертое, то тип мышления на рост То есть, типа, прикол следующий Всегда можно все поменять, гипотетически Если это не ссать Здесь, понимаете, что мышление роста, это же не только про бизнес Мышление роста, оно и в отношениях, в семейной жизни То есть, типа, вы можете в бизнесе быть, ого, король, я мышление роста А приходишь в семью или в отношения, и ты такой, блин, типа А я не могу поменяться, или партнерша не может поменяться, и отношения не меняются То есть, типа, в этом весь прикол То, что оно стреляет где-то Потому что в разных сферах оно работает по-разному Но концептуально все, что происходит в бизнесе Почему говорят, надо лайфбаланс держать? Потому что если вы всрали, типа, свою личную жизнь То вы, скорее всего, всрете что-то в карьере По-другому-то никак Следующий навык создания ценности Тут кое-кто из вас просветленные Ходили на обучение по продакт-менеджменту И зависимо Вот, вы очень сильные молодцы Потому что это очень классное обучение Ну, как бы, и там он рассказывал про Что такое джобстобидан сценария Вот, если коротко Очень классный вопрос Задавайте следующий А на какую работу ваш клиент наймет ваше приложение? Если коротко Вот есть какой-то продукт Связанный с финтехом Ну, например, у меня был Ну, какой я еще могу пример привести? Скажите мне, пожалуйста Я там в Экванте работал, короче, два года в финтехе И тут я тоже второй год в финтехе По стартапу, окей Стартап О, ребятки, сейчас расскажу, конечно, такую тему Почему мой стартап провалился Я неправильно выбрал, на какую работу наняли, нанимают мой стартап Компании, которые хотели нанимать мой стартап Они хотели понять, а кому продавать конкретно Ну, то есть, типа, в идеале у меня картина следующая Ты заходишь Яндекс.Метрики по... Ну, там, собирает по роудейта все по клиенту Они делают какой-то предикшен, с какой вероятностью какой клиент чего купит Потому что, там, сравнивают с тем, той базой, которая была до этого Ну, как бы, вроде как для бизнеса понятно Но я потом понял, что люди-то вообще на разные процессы, на разную задачу нанимают разные работы И здесь важно понимать, типа, с продуктовым мышлением А какое эмоциональное состояние хочет получить клиент после покупки, там, твоего или иного продукта, либо товара Здесь, собственно, по поводу создания ценностей Да, мы отвечаем как минимум на три вопроса Это что? Что беспокоит? Что делает? Что ожидает? Как? Как часто? Как эмоционально? Там, какой сильный эффект? И насколько? Насколько это привычная проблема? Насколько то, что она вот решает эту проблему вот таким-то образом? Это привычка для нее? И так далее, и так далее Это, собственно, то, что про зеленую горку Это вот тот базис минимальный Вот если бы я, короче, подошел бы нормально к созданию стартапа Я бы, ну, быстрее бы, типа, понял бы, что это фигня Здесь не будет, вот сегодня я не буду рассказывать про юнит-экономику Сегодня я не буду рассказывать вам про математику Сегодня это вот нафиг не нужно Вот в следующем докладе я уже буду больше про математику рассказывать Я буду больше говорить там про то, как, типа, продуктовые метрики на что влияют Потому что, вот, типа, зеленая горка – это вот базис понимания продуктового мышления Да, то есть, типа, если срезюмировать Типа, что такое продуктовое мышление? Это понимать, какое эмоциональное состояние клиент хочет получить Это обладать очень классной эмпатичностью Там книжечки по психологии можно почитать Третье – это вот проблемы с своей головой, с своими ограничениями То, что часто бывает такое Я прихожу к своей команде, говорю «Команда, надо сделать вот это» Они такие, это невозможно Я говорю, пиздите, это возможно Вы просто не придумали, как это сделать быстро и дешево И обычно мы придумываем, как сделать быстро и дешево Поэтому это вот product mindset Это продуктовое мышление И, как бы, оно про это Типа, телега, невзиаграмм Вот, вот там, типа, я всякие рилзы запиливаю Что там, можно тоже позалипать, посмотреть Если есть кого-то вопрос, я буду рад на них ответить Как можно проекты использовать продуктовое мышление? Ну, смотри, тебе приходит проект И, как говорят, типа, копать от сих до сих Ну, то есть, копать от сих до сих стоит 2 миллиона И ты такой, а почему именно так? Ну, то есть, ты задаешь вопрос, типа, клиенту А почему именно так? Почему, типа, имеют приложение? А почему, типа, вот, ну, именно вот такой функционал? То есть, ты продуктовое мышление Ну, ты можешь, давай так Ты можешь клиенту не говорить об этом? Если ты понимаешь, что это downsell Что если ты начинаешь клиенту отговаривать о том Что, типа, ну, как бы, это тебе, возможно, не надо Вот этого лучше не говорить Но если ты понимаешь, что ты можешь задать вопрос себе Что бы что? И такой понять, типа, блин, а может быть, мы же клиенту Продадим ресерч? А спросить, а почему ты так принял решение? И клиент говорит, ну, мы так экспертно видим Я тоже экспертно видел, что, типа, на Яндекс.Метрике Я смогу угадать Да, да Вот, то есть, у меня реально был очень квантовый прорыв Когда вот я был проектом И все мои проекты, это были как продукт Я такой задавал вопрос Так, а как мы это будем мерить потом? А какие метрики мы сюда воткнем? А почему именно это заработает нам денег? А почему, почему, почему? И мне просто такое, знаешь, природное любопытство, короче Хорошо, а если мы запустим эту систему, а дальше что будет? Интересно, что на рынке сейчас нет уже чистых проектов А уже проектов Хотя даже, чтобы проекты обладали продуктом Да То есть, по сути, если проектов, он просто копает от сих до сих Это проблема этого проекта, что там не хватило любопытства Знаний, желания вырасти Я сейчас даже прикол расскажу Таких продуктов много Ну, много, много продуктов, которые просто копают от сих до сих Им говорят, вот метрика, надо вырастить Он такой, ладно И, типа, и не факт Он старается ее растить Он старается, он показывает Он показывает, что он делает ращение Делает все возможное Делает все, да, все возможное, чтобы выросло, короче Да А в итоге, как бы это первая тема Вторая тема Есть продукты, которые приходят и говорят Я вот тут вот сделал такие гипотезы Ёбнися Я вам бабок больше заработал и клиентов больше привел А если ты посмотришь на старые когорты Ну, типа, на новые когорты То он, наоборот, вредительством занимается То есть, типа, смотрите Блин, расскажу, конечно, потом Но прикол следующий Вот есть, типа, когорты Да, там когорты старые клиенты Новые клиенты И какие-то старые клиенты Ну, например, там, не знаю Возьмем 2020 Допустим, 2023 год Вот, в 2023 году пришел Да, в 2022 году пришел продукт новый И сказал О, я вам за 2022 год Сделал вообще приколдес Вообще клиентов много Продаж много у вас Например, какой-нибудь продукт До этого, в 2020 году Он похотел реально классно И, как бы, сделал Выставил какой-то там процесс И, как бы, просто Дозревали когорты Именно по клиентам по-новому Итого, картина следующая Пришел новый человек И говорит Типа, я вам сделал до хрена А если посмотреть реально Период от его момента Присутствия в компании До, не знаю До настоящего момента Там реально потери в клиентах Потери в качестве Потери еще в чем-то А вот то, что там сейчас Зарабатывает компания Это вот благодаря тому продукту Который в 2020 году херачил То есть сейчас очень много компаний Выезжают над этим И я, ну, типа, скажу так Много крупных компаний Выезжают на этом Что в 2017-2018 году Очень классно поработали А сейчас Типа новые, типа, продукты Приходят И как бы что-то, типа, делают А в итоге они ничего не делают И наоборот Редитетом занимаются Поэтому Хороших кадров очень мало Может, у вас еще Какой-то вопрос У меня вопрос есть Про агрессивные пакеты В небезызвестной компании Которой Ты работаешь Очень часто этим занимаешься И, как мы понимаем Что у нас есть, допустим 8 миллионов Которые сказали Дети вонах И 2 миллиона согласились А что если Эти 8 миллионов Сказали Дети вонах И в случае Когда появится Реальный конкурент Нормальный Допустим У нас мировая Установка Успокоится Появится Хороший конкурент Безвозвестного банка И все такие О! Этот банк Нас настолько заебал Что мы Вот 8 миллионов Просто раз И сваливаем туда Рассчитываются ли Такие вот Рисыки Не, конечно Работа с брендингом Она всегда есть Если мы там Посмотрим все статистику По отзывам в соцсетях Очень много хейта У нас было Только вот в июне Когда отключили Свифты Все То есть Теперь мы до сих пор Ну Классные по отзывам Там все супер Людям нравится Ну как бы И так далее И так далее То что Типа есть Агрессивные продажи Именно вот Каких-то кредитных услуг Или еще каких-то Дебетовых услуг Ну Этим Грешат Не только Тинькофф Сейчас я вам расскажу Лайфхак Как быстро заебаться Вы открываете ИП И ждете И вам спустя Короче Четыре часа Начнут хуярить все банки Одновременно Разом То есть Если я сейчас открою Типа свою Ну как бы Свою историю Там С момент открытия ИП У меня в день Было по 45 звонков Вот в рамках Банковской сферы Я же не буду говорить Только про Тинькофф Я скажу В рамках всей банковской сферы Продажи на звонках Они работают Почему? Потому что Платежеспособное население Оно Типа сейчас Вот сейчас объясню Мы сейчас занимаемся Очень классно Аналитикой по сегментам То есть Мы все отчеты строим Там в сегментах До 14 лет 14-25 лет А 14-18 18-25 Там и так далее И так далее И вот 35 плюс Это сегмент Который любит позвонить Если ты пытаешься Достучаться до сегмента Там 35 плюс И ты такой Ну как бы Шлешь сообщения Или пуши Они не читают обычно Вот Поэтому типа звонок работает Но Мы вот в рамках Моей команды Там и команды В счет Тинькофф Мы стараемся сделать следующее Звонить тому кому надо И не звонить тому кому не надо Прислать сообщение кому надо И не прислать сообщение кому не надо То есть типа Мы делаем оценку по сегментам Мы понимаем Что вот этому сегменту Лучше всего написать Этому сегменту лучше всего позвонить Ты можешь Не отказываться Ну якобы От агрессивных методов продаж Просто Какому-то сегменту Это надо Вот именно Научиться продавать Не всем агрессивно А то кому кому надо Ну вот типа Из крайнего теста Который мы там проводили Мне стало интересно А вот как стоп-слова В рекламном офере Влияют на Там не знаю Заказ карты Стоп-слова Это типа слова Вот этого Ощущений Что типа быстро Скоро Бесплатно Там Надежно Мгновенно И так далее И так далее Стоп-слово Это то слово На котором Пользователь согласился Стоп-слово Это эмоциональное слово То есть типа например Ты можешь написать Формулировку из серии Откроем карту быстро Без никаких проблем Да Или например там Откроем карту За 30 секунд Стоп-слова Это слова Которые мусорные Мусорные в речи Если прочитать книгу Пиши-сокращай То там есть понятие Стоп-слова Вот Вот в рамках вот этих Стоп-слов Которые якобы мусорные Они приносят Некую эмоциональную оценку К тексту И мне вот интересно А вот если Нашпиговать оффер Вот этими Стоп-словами эмоциональными Про которые Ильяхов говорит Что это говно Надо убирать из текста И короче Против какого-то Сухого текста Вот что выиграет И мы прям Ну типа фиганули Там на 50 тысяч клиентов 50 тысяч клиентов Типа спойлер Выиграли стоп-слова Я такой Нифига себе И как бы Потому что эмоции И я про это же говорю Что типа человеку Нужно другое Эмоциональное состояние Потому что Есть кейсы Вот например Я когда прослушивал Телефонные звонки Вот ты человеку звонишь И ну типа Проделаешь продажу Он говорит Не звоните мне Не звоните мне И продолжает говорить Ну то есть Человеку который Говорит Человек Человек который Говорит Типа не звоните мне Он обычно Если не хочет Коммуницировать Он сбрасывает Коммуникацию Он говорит Не звоните мне И говорит дальше И прикол в том Что он потом Продажа делается То есть Человеку нужно было Проораться То есть Он Да Он то есть Вот этот звонок Нанял себе На другое Эмоциональное состояние Проораться И в рамках Проораться Он сделал Типа там Взял Типа кредитку Из 10 клиентов Там 10 Будут кричаться Сколько возьмет Ну слушай Обычно Типа продажи Вот если так вот Если коротко Вот звонковая продажа Она ну примерно Там 20% Конверсии Там 20-15% А переписка Переписка всегда меньше Ну то есть Смотри Если брать градацию По конверсиям Которые вот Происходят на рынке Вот если ты Кому-то в холодную Написал сообщение И как бы там Конверсия в покупку Будет от 1 до 2% Если ты кому-то Позвонил В холодную Конверсия в покупку Будет 5% Если ты Если кому-то Написал А потом Позвонил И не продавал И потом Сказал Вот еще Ты попади Вот сюда В чатик Можешь посмотреть Что происходит То эта конверсия Уже там 15% Примерно В покупку То есть Типа ты человек Какой-то маркетинг Касание Какой-то сделал Прогрел Но Статистика Если тебе Человек Написал На лендинге И говорит Я хочу Купить вот это Если в течение 5 минут Продажу Не сделал С последующей 5-10 минут Конверсия падает На 5% На 10% То есть Типа Если в течение 5 минут Скоммуницировал С клиентом На его горячее Типа На его горячее Обращение То конверсия В покупку Там 20-30% Но Если ты скоммуницировал Спустя день То примерно Падает на 20% Пунктов Вот То есть Типа здесь Возникает Следующая метрика Метрика скорости Но это Опять же Спойлер Уже Последующих докладов А если Посмотреть Вот так Ты продал Продукт Есть такой Прикольный подход Короче Можно умышленно Где-то обосраться То есть Вот бывает Ситуация Когда Ты Что-то у компании Покупаешь Какой-то продукт И как бы Вот они обосрались Но они так Классно отработали Свой опсер И такая Вау Я еще раз Не куплю Мой опсер Решили очень быстро И даже Промокод Не обязательно Типа ничего Потому что Любые промокоды Скидка Это потери маржинальности Потери Типа Ну Доходности Всегда Можно попробовать Обойтись Классным сервисом Вот Это типа Это в фокусе Но если ты понимаешь Что ты не можешь Быстро решить Какую-то проблему То можешь Заглаживать Какими-то Типа Другими историями Какой-то Экстра полезностью Экстра вэлью Вот Давайте Представь Чувак заказывал Сковородку И ему Сковородка Пришла не вовремя Или какой-то Дефектом И мы можем сказать Ну на покупку Следующей сковородки Вот тебе будет Короче промокод И он скорее всего Да в жопу Ваш промокод Потому что Вы уже обосрались Один раз А если ты ему Пришлешь Типа Какую-нибудь Вот сковородка Но Вот мы обосрались Вот тебе еще Рецепт Короче На самые вкусные Какие-нибудь фалафели Еще что-нибудь Короче Который ты можешь На этой сковородке Приготовить Типа Вот тебе рецепт Который сделает так Что твоя жена Тебе даст Офигенный секс Он такой О, давай Как бы он использует Уже то, что куплено Но Получится у него Типа Прикольный экстра вэлью И он такой О, прикольно Они так отработали возражение Значит можно Что-нибудь еще купить Мне кажется Большинство недовольств Заканчивается Виси приемной И только тогда Бизнес Как-то там шевелится Когда набирает Там по плюс Семьсот негативных отзывов В треде Да Популярная тема Типа Как только происходит Какая-то херня Короче То это инстаграм Твиттер Виси Типа все Разом Типа валится Ну вот У нас есть отдельные люди Которые занимаются Вот именно вот соцсетями Вот именно Отработкой возражений Но я сейчас пытаюсь Не спорить Просто следующие Типа темы Да там Про ретеншн Про удержание Про то, как работать С виральностью С лояльностью Сегодня у нас Вот просто вот такое Простыми словами О сложном Вот так вот А потом уже будет И статзначимость И математика Ну и так далее Спасибо тебе большое Очень хорошая докладка Спасибо, было полезно Да, спасибо большое Все, давайте Всем хорошего дня Пока-пока